Музыка Так, чтобы еще показать, у меня осталось 10 минут съемки на этой флешке. Что бы еще вам показать, а? О, пора пленку снимать, видели? Вот под пленкой уже все, я уже опаздываю. У меня прививки пошли, вот они, видели, да? Вот, а прошлогодние, видите, вот это не выдержало. А, я уже про нее рассказывал. Не все коту масленица, зато вот как пошла. Вот это вот. А, не хочу повторяться. Для чего это я вот тут, когда привал, а вот это я обрезал, да? И хотел что-то, это было как памятка, оставил ее на дереве. А сейчас, наверное, не вспомню зачем. Ладно, 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 ладно. Вот, а вот один из сыновей манжурского абрикоса, самый сладкий. Вот, и я уже вижу, что завязались. То есть, манжурский абрикос. А, вспомнил, один из годов несчастных, когда у меня было плохой урожай. У меня, я уже рассказывал, память сослабеец, манжурский абрикос дал 9 ведер, а вот этот второй, молодой гигант, это вредель из Мелитополя, да? Он дал 7. Или наоборот, этот дал 9, тот дал 7. Но факт то, что рядом были, вон они, королевские, рядом какие-то академики. И те дали по 5 плодов, по 40 плодов. А по-настоящему только 2. Вот как раз была такая же весна, и такой же был заморозок. Поэтому, а сейчас у меня развелись сегодня вот эти детей, полно развелось манжурца. И я практически не сомневаюсь, что плоды он дает, будут. Вот такие, посмотрим. Он чуть-чуть культурнее. Дело в том, что у него папа культурный. И получилось так, что... И определить, кто у него папа, я не смог. Потому что плоды в 2 раза крупнее, сладкие и желтые. Я не смог понять, кто же у него папа-то. Вот такие дела. Теперь смотрим, что еще тут интересует. Вон она черешня. Живая. Я с ней веток много настрик. Боялся, умрет. Нет, живая. Будет ли цвести? Это знаменитая сорт называется брянская розовая. То, что живая, вижу. По-моему, это цветы собираются свести. Да, 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 да. Ага, ага. До самых верхушек. Как оттуда потом собирать-то плоды? Вот горе-то мое. Ладно, полюбовались. Ну, с грушами проблем нет и быть не может. Это уже прошлый этап. Вот. Цветение. Ох, ох, ох. Ну, естественно, что заморозок их не тронул. Вот. Было у меня тут несколько рядов манжурских орехов. Их никто не покупал. Часть продал, потом начал раздавать. Последний. Вот топор нужен. Мешает уже. Никому не интересно. Никому. Что еще вам показать? А мы уже тут ходили с вами. Мы уже ходили. Вот. Ну-ка, что тут такое? Ага. Вот некогда все. Вот уже пора снимать бутылку. Это какая-то из сортов яблоньки. Вот. Вот прекрасно пошли. Вот. Эта бутылка играет огромную роль. Это мы изобретение именно для того, чтобы мы имели южный климат. Вот бутылка церея. А это очень важно на том этапе, когда они приживаются. Вот. То есть, связь между верхом и низом плохая. И шансов умереть у прививки. Или просто высохнуть. Больше, чем если бы они вот так вот на ветру. Просто на ветру бы находились. И иссыхали. А вот этого не происходит раз. Удлиняется сезон. Там идет день за два, за три. И вот они-то к осени-то. И не замерзают. Все. А раз они к осени не замерзают, то тогда у них получается сезон. Ой. То есть это. К осени. Не то слово. Вызревают. И тогда получается, что у них сезон продлен на месяц, на два. И они как бы уподобляются южным. Полностью вызревшие почки к зиме. За счет того, что вот эта бутылка сделала микроклимат первый месяц. И отличает наши саженцы от любых других. Потому что ну нет еще пока нигде, ни разу. Я не видел, не слышал, не знаю, чтобы кто-то перенял этот опыт, накрывая бутылки в первый месяц. Нету такого. Меня вот это ошарашивает, удивляет. Почему? Ну понятно, питомники. Любая работа удорожает себестоимость. Они и так наладан дышат. У них же в спину кто дышит? Сербские саженцы, голландские, узбекские, таджикские. Ведь не это, молдавские, украинские. Все это умрет. Но люди их купят, потому что они дешевле. Вот так вот. Ясно? Ну как густо все, да? Вот еще один сладкий абрикос. Сенцевый. Так уж получилось, что это бывший питомник. Прививка не пошла. Я его сохранил. Вот. Потому что надо было свои. И тут же на соседнем ряду росли груши. Вот если приглядеться, вон груша. Это был ряд груш. Вот так вот ряд. А вот эта груша тоже не пошла культурная. Оставил дикую. Потому что я дождался, что один сосед, там где у них пастя, вырубил мою уссуристскую грушу, посаженную в территории по договору со стариками. Вот молодежь вырубила. И получается, что про второй случай я уже говорил. Получается, что я успел вырастить замену. Вот она цветет. Вот смотрите. Вот она цветет. Это означает, что у меня теперь в саду растут настоящие уссуристские груши. Я думал, долго этого не делал. Думал, а то и на всю жизнь хватит. Но что делать? Обыватели уничтожили уникальную грушу. Которая называлась мною уссуристская культуренная, потому что она была культуренна мною. Вот. А вот тут мне интересно, что получится. Вот. Вы знаете, на этом дереве было 12 прививок. Персики, сливы, абрикосы. Вот. Все оно не приняло. Посмотрите, ужас какой. Да? Вот. И вот этот абрикос, он дикий. А если доживем до осени, я вас угощу такими плодами с него. То есть здесь произошло то самое чудо, которое я называю вслед за Мичуриным вегетативной гибридизацией. Ну все. Кончилось место на флешке. Заканчивается этот самый рассказ. Вот. Только сейчас осмотрю. Еще секунды идут. Идут. Ну еще раз глянем питомник, который я называю лучшим в России по качеству. Наверное, он самый маленький. Наверное, самый лучший. Вот. Вот так он выглядит. Так. Вот так он выглядит. И почему я говорю, сейчас вы увидите та часть питомника, которая останется навсегда уже в виде маточного сада. Почему? Можно показывать. Я вам показывал, что вот здесь растут однолетки. Они были с мой рост, были выше моего роста. Мощные. Цвели. Вот. Ну вот, допустим, не проданные, да? Поверьте, это однолетки. Но это еще маленькие. Вот. Что-то теплое успеть поснять. Ну, сам принцип показываю. Значит, двухлетки. Вон они. Так. Часть из них останется навсегда. Вон, смотрите. Двухлетки остались. Видели? Вон они. Все в цвету, все мощно. А я вам сейчас другое покажу. Вот цветение, видите? Даже вот такие, да? Вот. Я им не горжусь. Его никто, вот, однолетний саженец, да? Вот. Даже вот такие. Даже вот такие цветут. Я, подчеркиваю, этим не горжусь. Сама получается. Берется плодносящего дерева. Привой. Так. Подвоем. Являются одно-двухлетние саженцы. И уже этого хватает, чтобы. Чаще однолетние. Чтобы получились плодносящие деревья в первый же год. То есть закладывание почек. Это же относится к яблоням. Но через полминуты закончится. Закончится флешка. Ее место на флешке. Жаль. А то бы что вам показать. Вот они цветы. Видели? На двухлетних яблонях. Вот они. Все. Что там написано? Милба. Все, ребята. Посмотрели. Вот и весь питомник. И это на всю страну. Догоняйте. Но начинайте с моих семян. Эти семена были взяты вот с этих вот абрикосов. Посмотрите. Вот они отсвели. Вы увидели, что они правда отсвели. Субтитры сделал DimaTorzok. Все. Продолжение следует...